когда-то была вся планета такая где люди такие жили условно сказать люди скажем она совершенно далеко от центра это в самом-самом краю ближе к вот если брать центр так это филь знает куда вот туда в сторону да на задворках аж прямо да там я вижу эту планету и планета была ну как сказать я вижу что это была какая-то химическая катастрофа там очень большая вначале там жили обычные люди самые обычные ну органические тела все как обычно потом после какой-то катастрофы война какая-то произошла катастрофа какая-то произошла что органическая форма жизни стала очень сильно уязвима то есть разрушались физические тела язвы там раны там что-то покрытие и полностью невозможно было выжить для этого решили для того чтобы упростить жизнь людей сделать их наполовину механическими то есть это вначале было как экзоскелет просто покрытие сверху латы потом начинались вживляться в суставы и в дальнейшем чем дальше это происходило тем больше происходило скажем так роботизирование людей слияние сознания и вот этой роботехники происходило на уровне примерно трех месяцев маленькие детки дальше людей уже как таковых я не вижу чем это общество ну оно было развито я не вижу там больших таких новостроек или больших скажем там космолетов этого ничего не было но все было именно механика компьютеры были но это все было вот как ты говоришь о рифмоментре это все примерно на таком уровне было на уровне механических каких-то у них остался какой-то один как бы это сказать один уровень или вот один угол что-то одно из их давней цивилизации до того как была разрушена скажем так химическая катастрофа вот это знание у них как наработка прошлой цивилизации скажем так осталось это они могли и этим они пользовались а дальше пошло именно технический мир именно все как машины были какие-то то что передвигалось оно имело вид совсем не машин у тех условно скажем так роботов или условно назовем людей они имели антропоморфные формы но чем дальше проходило поколение тем больше у них стиралось история изымалась и затиралась история что они были людьми то есть история о том что когда-то все имели другие тела это было смешно и стыдно и дальнейшие роботы вот знаешь ну они имели конечно такое строение как у человека потому что это скорее всего идеальное строение да руки ноги голова но как шея уже отсутствовало и не было очертаний таких человеческих просто как глыбы какие-то просто как да как ведро вот глыбы какие-то были да ну если наверное потому что ты подорвал там все вот своей головой взорвал все мозги там ну ну ты его не взорвал в плане что как взорвал ты его просто сжег там большая как огромная доменная печь какая-то я просто вижу что вот туда как идешь там все пышет жаром и просто вот ну большие наверное там я так понимаю что это какой-то завод был плавильный там отливали этих роботов что ли может еще что-то я пока не разобралась я пока только смотрю на жизнь ту и ты спросил почему голова болит вот эта картинка сразу пришла да общество которое совершенно уходило от человеческого которое ну чем дальше тем больше становилось технически считалось что это плохо быть человеком грузоподъемность скажем так и работоспособность намного более высокой у этих роботов было это ценилось и там как зажималось знаешь постоянно вот по чуть-чуть по чуть-чуть но с каждым разом зажималось зажималось эмоции зажимались мысли зажимались и вот это вместо мозга что арифмометр он был рассчитан ну ты говоришь арифмометр что шестеренки он был рассчитан на выполнение каких-то определенных функций то есть можно было думать об этом об этом об этом там какой-то перечень скажем так алгоритмов которые работали и все как вот машина передачи первая вторая третья пятая четвертая условно так и там можно было переключаться на разные задачи и об этом думать ну а в дальнейшем вот невозможно было страну страну планету эту вижу страны там какие-то воевали это было не вторжение извне изначально это было сделано как знаешь полпланеты воюет с другой половиной планеты ну условно или третья часть третьей часть то есть это начиналось все как какое-то гражданское противостояние вот не вторжение кого-то человеческое да и сожгли планету практически всю ну по типу как у нас химическое оружие там что-то такое было применено применено да я да я вижу что как волдырями все тело полностью покрывалось не только у людей но полностью все там животные какие были там странные немножко были но вижу что животные были похожи то ли на оленей то ли на лося и что-то там бегало их практически не осталось но долго было как знаешь условно говоря лет 30 но в начале когда эта программа только была задействована правительствами это ну скажем анклава или как это правильно ну идет как анклав пусть будет анклав этого анклава в начале это было придумано или преподносилось как вынужденная мера для того чтобы сохранить человеческое вообще жизнь человеческую что это будет там условно на 30 лет а потом сказали что планета не очистилась нужно на 50 лет а потом же никто не проводил никакие исследования просто вот таким образом зажимали 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 и все но общество там было поделено каким-то образом там женщины некоторые были отдельно те которые производили этих детей ну младенцы рождались они не были роботами но они как отдельная каста была как мамки знаешь женщины мамки на расплод только да а вот насчет мужчин я не вижу нормальных возможно это все было сделано искусственно да как клонирование искусственно потому что мужчин я там не вижу таких чтобы были в физическом теле они именно как роботики а женщины а женщины есть женщины вот именно рождали детей женщины а ты взорвал не только свой мозг ты взорвал вот это то что осталось от предыдущей цивилизации то что позволяло им соединять сознание и скажем так механическую шкурку вот эту вот оболочку скажем так ты взорвал сам процессор который это единственное что осталось у них от старой цивилизации в том плане что этого не было там много это не было да они его просто не смогли восстановить дальше у них не было ни технологии ни возможности уже восстановить это когда ты его взорвал то той цивилизации скажем в том виде пришел конец как-то взламывали но я пока не понимаю как магии в том мире не было абсолютно выхода выхода на квантовый уровень не было никакого вообще это был настолько прагматичный мир там даже половина существующих и известных нам эмоций была отключена он был взломан то вот во время той которая какая-то была что война он уже тогда был взломан потому что потом когда люди превращались в этих роботов это уже было по кону той скажем так да 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 вот вот тот условно кристалл артефакт вот тот процессор который у них оставался из их древней цивилизации скажем из довоенной цивилизации это именно и была какая-то связь с коном через нее я вижу светящийся и почему-то мне идет как розовый такой желто немножко желтым но розовый такой светящийся вот огромные такие как ворота портал что-то не знаю как это правильно назвать да